Так, вот мы пойдем не вниз, а налево. Ага, люди сидят обгорелые уже. Идем вниз. Ой, господи, зачем-зачем? Вроде и показать вам хочу, и в то же время боюсь споткнуться по вот этим каким-то тут вековым дорожкам мостовым. В старом городе что? Очень много кафе. Попадаются отели. Очень много магазинов с одеждой, сумками, коврами. В фильме «Сваты» они там шастали по старому городу. Когда ковер купил. А, Юрий Анатольевич, когда ковер прикупил, а Валюха себе дубленку. Помните этот момент из фильма? Хлопок, муслин. Кто? Да, да, ну как у меня были. Мне, конечно, любопытно, сколько стоят отстания в Айкике. Сколько? 400 или 500 лир стоят. Ну все, двигаемся дальше. Вон ковры, самолеты. Сумки, косметички. Какие-то что тут, закладки. Без магнитов-то и вообще никак. А это от сглаза. Назар-Бунжук, что ли, как-то так называется. Бугенвилья фамилия. Красная, белая. Вот туда мы налево не ходили. Бугенвилья. Пошли на свете, потом вниз пойдем. Ага, нет, потом я не хочу. А вдруг тупик, да, мы-то хотим выйти. Мы-то хотим. Девчонки тоже боятся заходить. А то как зайдешь, так с ковром и выйдешь. Заманил. В общем, как в фильме. Сваты. Говорят, я тебе говорила, не заходи туда. Вот, видишь, налево можно пойти. Что можно пойти? Будем с тобой на эту налево, в эту, по центральной улице. В общем, все-таки мы решили налево повернуть. Во-первых, не ходили. Во-вторых, а вдруг сократим путь? Видишь, тотель Аргус. Аргус. Вот, пожалуйста. Дворик отеля. Я думаю, что внутри, конечно, осовременнее или что-то. Хамам. Как я хочу в хамам. Раньше, когда мы приезжали отдыхать, первым делом мы шли в хамам. Брали комплексную процедуру, знаете или нет, где вначале... А, ну вот, в принципе, здесь нарисовано на картинках. Вначале вот пилинг вам делают, потом пенный массаж, потом масляный массаж. И все это комплексная такая процедура. По большому счету, скрабирование тела, конечно, ну, говорят, что ровнее ляжет загар, потом не будет слазить, облазить. Ну, все это миф, я так считаю. Потому что все равно он слазит и облазит. Видели мы вот этих вот рыцарев? Вот этих вот. Центральный. Ну вот, так зачем? Мы там, чтобы не ходили. Это международная шутка. Я хочу просто быстрее достичь... Процедура очень приятная. Примерно часа полтора на нее уходит. Ну, давайте машинки, чтобы не разъезжайте. Да. Да. Сбили меня с мысли о прекрасном, о наслаждении в хамаме. Вначале там сидишь в одной там... Я уже сейчас забыла, если честно, как-то... Сухой пар, потом там влажный пар. Десять минут там сидишь, десять минут там сидишь. Потом вас кладут на мраморную поверхность, которая такая теплая. Вот сюда, которая теплая такая мраморная поверхность. И вот начинают с лица и вот этой вот рукавичкой кисе, она, по-моему, называется, вас мыть. Мыть, шоркать, отскрябывать. Она кажется, что такая нежная, но на самом деле она достаточно такая... Ну, какие-то там шелушки присутствуют, и она хорошо... Ну, что-то выбросили. Отшелушивает кожу. Мы даже встречали людей, которых повредили. Вот так вот в хамаме перешоркали их кожу, и были царапины, болячки. Что, конечно же, неприятно. Ой. Если мы сейчас зайдем, мы там потеряемся. И это все... Какие маски. Вот кто-то же любит вешать на стены это. Еще одна налево? Да, клава налево, мы тут купим. Очень интересно. Здесь мы ходили. А налево? А налево нет. Это конфетный какой-то дом. Тут же карамель делают. Там в открытом виде. Можно, конечно, посмотреть, купить, поесть. Угощали нас там. Но ничего особенного. Сахар и сахар. Просто красиво. Карамель завораживает, когда делают. Апарт. Еще какой-то отель. Апарт. Ага. КМЛ-1. Отель Апарт. На земле. Прямо окна практически. И потом пену какую-то там разводят в тазике. И наволочкой ее набирают. И высыпают на вас. А пена плотная. Я почему-то думала, что раз искать, это... А она такая, достаточно плотная пена. Хорошо держится на теле. Не скатывается. И вот начинают пенный массаж всего тела. От макушки до кончиков пальцев. Затем все это дело, естественно... Ох ты, куда ты, куда ты. Смывается. И дают вам сколько-то минут прийти в себя. Чтобы вы там посидели, отдохнули. Бывает это как-то возле бассейна или что-то. Также присутствует. В общем, такая комната отдыха. Вот переодевается этот человек, который вас все это время шоркал, мыл. Потому что... Ой! Потому что он же тоже мокрый человек этот. Куда-то надо двигаться. Куда? Ну, это на выход туда, на улицу. А нам направо можно, да? Ну, ладно. Этот человек переодевается. Наверное, тоже там приходит в себя. Минут двадцать. И возвращается к вам. И проводит вас уже... Здесь мы точно не были. И проводит вас... Кафе-ресторан. Кафе-ресторан. В комнату для массажа. Вы там находитесь вдвоем. Не бывает такого, что там еще пять человек лежит. Там, естественно, приглушенный свет, соответствующая музычка. И все. И начинается массажное таинство, массажная магия. Батюшки, еще Мишка тут северный нарисован. И начинается массажная магия в течение тридцати-сорока минут. Еще один. С применением масла какого-нибудь. И это очень приятно, разумеется. Бывают турки делать. Бывают с Бали девочки. С Балов, с Балей, с Бали. Девочки разные. В общем, по-разному. Бывают, конечно, мужчины делать. Бывают и женщины. И все. И потом у вас уже мозг отключается. Ой. Мозг отключается. Язык не шевелится. После этой процедуры просто вся растекаешься. Там, на этом, на всем, на массажном столе. Потом тебе... Да, да, да. Ну вот мы и вышли. По сокращенному пути. Приводят тебя в чувство. Садят опять в комнату релакса. Бывают чай приносят. Или же просто какое-нибудь питье. Ну и все. И неограниченное количество времени лежишь там и приходишь в себя. Да, вот сократили мы путь. И уже заходим в парк с попугаями и где российское консульство. Раньше эта процедура в отелях стоила от 20 долларов. 30, 20, 25. В общем, как договоришься. Но сейчас, насколько я знаю, по-моему, 80 стоит. О, и солнышко выглянуло. Чудно сегодня. Чудно. Встретился цветущий кактус. Еще раз. Придется его заснять, полюбоваться. А еще вон бугенвилья. Желтая. Она, конечно, не такая эффектная, как красная там, малиновая. Но все равно. И редко встречается. Все равно достаточно симпатично. Вот цветущий кактус. Это прям нечто. Еще он сам по себе такой корявенький. А цветы восхитительные. Ну все, теперь будем ждать плоды. А вот колючее дерево рядом тоже это все. Шипы, говорят, ядовитые. И все. Ну что-то тут оно. А, наверху есть шипы. Видите? А вот тут распустилось вот это. Ах, на солнце. Ну, в общем, пучок ваты, видите? Плоды висят, а потом вот распускаются. И получается вот такой пучок ваты. Вот смачная бугенвилья. Фиолетовая. Парк. Здесь, в который мы с Лебедней доходили гулять как-то вечерком. Сейчас нет никого народу. Но вечером, конечно же, здесь будет. Будет. Собака балдеет. Вот так посреди дороги. Оп. И кайфу реки. Ну вот, впереди и консульство российское, и тишина. Ну и ладно. Пойдемте, поздороваемся с морем. Ага, дерево осыпалось все на машину. Это тоже магнолия, да. Но оно прям... Да, да, да. Цветы есть, конечно. Ну, какое-то оно старенькое уже, мне кажется, дерево такое огромное. Ой, как пахнет вкусно. Ветер подул и с этого дерева... Ой, аромат цветочный, восхитительный. Восхитительный. И еще сегодня же свежесть такая, так вообще... Очень хорошо на улице.